Привет, ребят! Меня зовут Ася, если вы здесь впервые. Наконец-то дождались нового клипа от Моргенштерна. Не знаю, последний это клип или нет, судя по названию, я когда-нибудь иду. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В общем, не знаю, ждали вы или нет, я лично ждала, и очень сильно. Вот. Ещё важная информация. Я веду стримы на Твиче, поэтому если вы хотите пообщаться со мной в прямом эфире или даже поиграть в какую-нибудь игру, обязательно заглядывайте. Ссылку я оставлю в описании и в закреплённом комментарии под этим роликом. В общем, я в огромном предвкушении от этого клипа, потому что каждый клип был чем-то новым. Правда, он был намного лучше предыдущего, и я думаю, что этот не станет исключением. Я во всяком случае на это надеюсь. Давайте уже поскорее смотреть, а все комментарии потом. Хоп! Платив с собой 2 миллиона долларов. И внезапно осознал, что работа клоуном меня больше не привлекает. Теперь у меня есть цель помасштабнее. Только что я закончил работу на первой версии себя. Собираюсь завтра отправить его поиграть в баскетбол. Протестировать, так сказать. Никто не заметит разница. Десять лет спустя снова говорим о Моргенштерне. Кто ответит на все вопросы? Делара, девушка Моргенштерна. Как она пережила такой удар судьбы? Моргенштерн исчез. Приуме с нахождением до сих пор ничего не слышно. Обалдеть везде. Больше десяти лет ничего не слышно о суперзвезде. Я когда-нибудь уйду. Выведу с лица тату. Долбоел бы, не пойму. Каково быть на виду. Я когда-нибудь уйду. Выведу с лица тату. Долбоел бы, не пойму. Каково быть на виду. Я когда-нибудь уйду. Выведу с лица тату. Слушайте, ну начало очень эпичное. Мне правда очень понравилось. И получается, судя по началу, после клипа Пабло, то есть в клипе Динера и всех остальных уже были клоны Моргенштерна, а не он сам. Поэтому был... Поэтому Моргенштерна убила его тогда, в самом конце. Я уже окончательно запуталась и надеюсь, что развязка будет где-нибудь здесь. Моргенштерна, а не знаю, каково быть на виду. Я когда-нибудь уйду. Каждый день, каждый шаг, новое кино. Кто мне друг, кто мне враг, думаю никто. Шоу-биз, рэп-игра, буба шаппинтон. Али Шарко в этом цирке самый главный клон. Я мечтал, что буду популярен. Я больше не мечтал, я заработал на свободу маме. А че мне дали эти деньги, да хуя че дали? Ты же этого всю жизнь хотел. Ну а хули ты теперь тут ноешь? Конечно, но я же человек, я недовольный. Я когда-нибудь уйду. А-а-а-а-а-а Пыведу с лица тату Долбай-ё-бы не пойму Каково быть на виду Я когда-нибудь уйду А-а-а-а-а Пыведу с лица тату Долбай-ё-бы не пойму Каково быть на виду Я знал, что когда-нибудь все закончится. Даже хотел этого. Но не знал, что это будет так больно. Я ненавидел популярность, но сейчас отдал бы все, чтобы заново прожить свои лучшие годы. Десять лет я работал над главным проектом своей жизни Машиной Времени Ну что ж, пора отправляться в путь. Подождите, я вообще теперь ничего не понимаю. Во-первых, почему Слава с ним так поступила, это во-первых. Во-вторых, почему Дилара от него по итогу, как оказывается, ушла. В-третьих, почему он пропал без вести, хотя он по сути находился на пике своей популярности, чтобы потом изобрести машину времени и вернуться в это время. Типа он ушел, на пике своей популярности пожалел об этом, получается так. Не выдержав всего стресса, который находится у них там в шоу-бизнесе ихнем. Я пока действительно не понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, дорогие дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на нашем шоу. И на сцену выходит Алишер Маргельштерн. А, то есть это не финальный клип. Меня это радует и успокаивает, потому что в следующем клипе я, наверное, всё же пойму, что здесь происходит. Это... Как они это всё завертели, замудрили. Но слушайте, я могу с уверенностью сказать, что этот клип переплюнул все предыдущие клипы во 100 миллионов раз. Во-первых, Алишер, он офигенный здесь, честно. Его актёрским способностям ещё надо позавидовать многим. Он очень круто отыграл, очень круто это всё выглядит. И я нахожусь в каком-то шоке. Надо это всё перевалить и предположить, чем же всё же это закончится и что нас ждёт в будущем. Но слушайте, это какой-то круговорот Алишеров. То есть он проживает одну жизнь, потом возвращается назад, убивает старого Алишера и проживает опять всё это по-новой. Это какой-то прям круговорот непонятный и странный. И непонятно, почему это и зачем это, и чем это всё закончится. Сначала какие-то клоны. Теперь оказывается, что это не клоны, а Алишер, который вернулся из будущего. И ещё и Слава, который непонятно, почему с ним так поступает. Напишите в комментариях вот по поводу всего этого своё мнение, потому что... У меня тупо каша в голове. Мне очень понравилось, это выглядело очень круто, правда. Но я в шоке. У меня больше нет комментариев. Жду ваших. Вот, ребят, ладно, встретимся с вами в следующем ролике. Вот, всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова